В тот день Андрей четко осознал, ему нужна помощь специалистов. Теперь же, оглядываясь в прошлое, убежден, наркотики полностью разрушили его жизнь. «Если ты куришь сигарету, то ты крутой. Випив бутылку пива, то ты крутой. И так началось. Только, наверное, перебрал, я перегнул палочку. Ну, я встал и не чувствовал ноги. Это мне комарило и до пьема». «Все начиналось, как обычно, с травки, с улицы, от безделья. И постепенно пришел за травкой к другу, как к другу, к товарищу. Но предложили уколоться, укололся. Даже не понимал тогда, что это такое». В центре реабилитации Андрей и Дмитрий не впервые. Возвращаясь домой, сталкивались с прежней жизнью и старой компанией. Сейчас ищут мотивацию, чтобы начать все заново. Эксперты говорят, полностью побороть зависимость получается лишь у 35%. После дозы жизнь превращается в вечное сражение за трезвость. «Я приложу все усилия, чтобы не употреблять только сегодня». Эту фразу для тех, кто борется с зависимостью, рекомендуют повторять ежедневно. Помочь найти внутреннюю мотивацию и силы для продолжения этой ежедневной борьбы могут психологи. «Все мои усилия нацелены на то, чтобы они были открыты в группе. Поскольку в связи с зависимостью и употреблением химических веществ они практически теряют социальные связи, теряют навык поддерживания социальных связей, здесь это очень важно. По большому счету, самая основная цель – это выработать внутреннюю опору. Ради чего? Лично для меня нужно сделать вот так. И тогда, конечно, реабилитация проходит гораздо результативнее». Употреблять все начинали по разным причинам, но никто и не подозревал о последствиях, отмечает психолог. Те, кто борется с зависимостью, рассказывают, сложнее всего осознать и признаться себе, что проблема существует. «Первую реабилитацию меня мама отвезла с сюрпризом. И я понял только на реабилитации, что есть какая-то проблема, что я зависимый. Я раньше думал, что это так, употребляю, и ничего страшного». «В основном зависимыми становятся выходцы из таких семей, где не давали человеку самостоятельно принимать решения, где не давали человеку самостоятельно отвечать за какие-то свои поступки, брать ответственность». Психолог уверен, что зависимость – болезнь семейной системы. Если в семье нет здоровой атмосферы, родители либо гиперопекают ребенка, либо, наоборот, слишком холодны. Жди беды. Эксперты отмечают неутешительную тенденцию. «Наркомания молодеет с каждым годом. Это однозначно, можно сказать, то, что к нам обращаются несовершеннолетние ребята, которые 13-12 лет. Брать статистику, наверное, 2014-2013 года. Основная возрастная категория была 20-30 лет, 35. Сейчас это уже ниже становится, это уже 15-20». Способствовать этому, считает Евгений, может пассивная пропаганда потребления в музыке и доступность наркотиков. К Международному дню борьбы с наркоманией 26 июня собираются выйти на акцию. Приглашают всех неравнодушных. Главная цель – привлечь внимание к проблеме. «Об этом не хотят говорить вслух. Это постыдно, это неприятно, это как-то умалчивается всеми и зависимым. Трудно признать, что он зависимый – это опуститься вниз по социальной лестнице». Общий сбор в 11 утра у центрального входа в Парк Победы. В планах закрасить наркотическую рекламу, провести открытую тренировку по тайскому боксу. Лилия Гарапашная, Константин Нищерет, Телеканал Репортер.